Добрый день, уважаемые зрители! С вами Андрей Ткаченко. Сегодня мы поговорим о Сансенверии Систер Квистер и о том, каких размеров она бывает. Часто люди задают вопрос, каких размеров вырастает тот или иной суккулент. Давайте вспомним о японском стиле бонсай, как они выращивают деревья. У них сосны передаются из поколения в поколение и за 100-150 лет они вырастают всего лишь до полметра. Так вот из Сансенверия Систер Квистер. Вот она, пожалуйста, два экземпляра. Вот эта сидит в большом горшке, получает больше питания. Соответственно, она, конечно, растет больше в размерах, дает больше детки боковых побегов. Это сидит в маленьком горшке. Возраст у них одинаковый, но в маленьком горшке она развивается гораздо меньше. С деток тоже, конечно, дает немножко меньше. Также и вы. Каждый любитель может по-своему регулировать рост своих суккулентов. Дадите больше питания, будут они больше расти и полива. От этого зависит их рост. Теперь приступим к пересадочке. Вообще, мне это очень нравится. Систер Квистер. За ее пестрая листность и закрученные такие красивые, как вентилятор, листы. Похоже на лопасти у самолета. Начнем с большой сейчас. Посмотрим, сколько она тут деток за сезон дала. Это залито столько деток. Так вот, раз. Начинаем отрывать потихоньку. Одна. Вторая. Третья. Третья. Четвертая. Пятая. Шестая. Седьмая. Восьмая. И девятая. Две сразу. Десятая детка. Последняя. Десять деток за сезон она дала. Если эту Сенсенверию не пересадить, не пересаживать каждый год, то через два года этот горшочек буквально разорвет на куски. Такие мощные корни она дает. Сенсенверия совсем не капризная. Сразу после пересадки ее можно сажать без подсушивания. Листики тоже, кстати, вот они с корнями идут. Можно укоренять листьями ее. Это не проблема. Ну и тут посадим тот же горшочек, только в свежий. Грунт, как обычно, у меня перлит кирпичная крошка. Но немножко побольше сделаем перегною сюда. Более питательный грунт. Она это очень любит. В данном случае можно чуть-чуть смочить у Сенсенверии, чтобы он был немножко влажный. Ну, поливать недельку все равно ее не надо после посадки. Ранки должны все равно подсохнуть. Хоть она и не капризная. Вот такие вот у нас хорошенькие сенсочки. Маленькая Санса в маленьком горшочке. Сейчас посмотрим. Смотрим, сколько она дает за сезон. Одна детка, вторая и третья. Три детки всего. По сравнению с тем, что та в большом 10 дала. Зато эта более миниатюрная растет. Компактная. Каждый уже как хочет на свое рассмотрение. Может их выращивать в больших горшках или в маленьких. Это вам уже выбирать. Всего хорошего. С вами был Андрей Ткаченко. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк. Не забывайте подписываться на мой канал. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok